Два часа дня в Одессе. В прямом эфире седьмого новости в студии Максим Мелынов. Здравствуйте. В Одессу привезли 14 тонн гуманитарного груза от представителей Министерства обороны Латвии. Это одежда для детей-сирот, семей, вынужденных переселенцев и бойцов, находящихся в зоне АТО. Вещами смогут обеспечить несколько тысяч человек. Цель этого груза – как-то помочь больше и сказать немножко спасибо военным семьям, которые здесь воюют, и немножко сделать такую поддержку. Это маленький такой только шаг сказать просто спасибо за то, что вы делаете. По словам волонтеров, это самый большой гуманитарный груз с одеждой, который они получали за последнее время. Это уже третья по счету благотворительная помощь, привезенная в Украину из Латвии. Все вещи будут разбирать и сортировать одесские волонтеры. Сортируем, потом распределяем по потребностям, собираем потребности по сиротским заведениям. Работает наш пункт помощи переселенцам. Каждую субботу к нам приходят люди, и мы выдаем одежду, обувь, продукты питания, медикаменты. Большую часть вещей отправят в сиротские заведения Одесской области. Сегодня в них находится более 300 детей из зоны АТО. В следующий раз из Латвии обещают привезти мультифункциональные кровати для военного госпиталя. Антивоенный марш сегодня прошел в Одессе. Участницы акции – женщины из разных регионов Украины. Говорят, вместе их собрала непростая ситуация на Донбассе и страх перед воинами. Сторонницы мирного решения конфликтов возложили цветы на площади 10 апреля, а затем прошли маршем по улице Генуэзской. Три, четыре, пять! Мы бы хотели, чтобы все-таки был мир. В Украине самое главное, чтобы политики договорились между собой, и чтобы женщины поддержали, мужчины поддержали. Я призываю женщин вообще всей планеты Земля. Станьте такими настоящими берегинями, такими матерями, созидательницами, творительницами. Облагоразумьте иногда островтивых своих мужчин, чтобы они принимали более взвешенные поступки. Родные Насти Курдюковой просят одесситов помочь в поиске девушки. 1 декабря она пошла на собеседование, возвращаясь домой, но до дома так и не дошла. Телефон отключен, никакой информации о местонахождении девушки сейчас нет. Была она одета в синюю вязаную шапку, синее дутое пальто, черные спортивные штаны и ботинки рыжего цвета. Из особых примет – волосы русые, кудрявые, глаза серые большие, худощавого телосложения, рост приблизительно 165 сантиметров. Выглядит на 20 лет. На безымянном пальце правой руки татуировка синего цвета слово «Лав». Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении девушки, сообщите по телефону 795-06-55 или по телефону 102. В Одессе остаются около 7 тысяч бездомных собак. Такую статистику привел руководитель проекта Немецкого союза защиты животных Герд Фишер. Он приехал в Одессу для обсуждения дальнейшего сотрудничества немецкого приюта на 6-м километре Авидиопольской дороги с городом. Напомним, приют участвует в городской программе по гуманной регуляции бездомных животных путем стерилизации, которая заканчивается в этом году. По словам Фишера, городские власти говорят о продлении сотрудничества в рамках новой программы, которую примут до 2021 года. Президиум Немецкого союза защиты животных и благотворительное учреждение приют помощи и защиты бездомных животных готовы выразить свое согласие на дальнейшее сотрудничество. При условии, что все пункты программы обсудят и дополнят договором, по которому и будут строиться отношения с городом в дальнейшем. Всего за время работы в Одессе и Киеве немецкий союз защиты животных потратил около 5 миллионов евро. Только через Одесский центр защиты и помощи бездомным животным прошли 57 тысяч собак и кошек. В немецком приюте говорят, готовы работать не только с Одессой, но и с областью. Тем более, что бездомных собак из пригородов периодически привозят. Мы уже работаем по отдельным договоренностям с Теплодаром и Личевском. У нас были животные с седьмого километра, то есть все те населенные пункты, которые находятся неподалеку от Одессы, они также находятся в наших интересах. Мы бы хотели, чтобы животные оттуда тоже прошли через наш центр, но мы это будем регулировать дополнительными договоренностями. А в Украине выпустят необычную монету номиналом в 5 гривен. На ней будет изображена обезьяна, символ грядущего года. По данным Национального банка, глаза животного сделают из желтых кристаллов, а сама обезьяна будет в окружении растительного орнамента. Монету сделают из серебра. Общий тираж составит всего 20 тысяч штук. Но я отмечу немногим ранее, 3 декабря началась продажа сувенирных монет с изображением бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. В Одессе может появиться необычная арт-елка, но это только этот проект поддержат одесситы. Организаторы, художники и декораторы обращаются к жителям города за помощью. На создание оригинальной 9-метровой красавицы нужно около 100 тысяч гривен. Пятую часть уже удалось собрать. Осталось еще 80 тысяч гривен. Обращаемся ко всем меценатам, людям, одесситам. Если вы хотите, чтобы в Одессе появилась очередная достопримечательность зимняя, просим вас помочь нам найти финансирование на эту елку. Я напомню, что в прошлом году создатели проекта представили оригинальную вязаную елку. Она вошла в мировую десятку самых необычных новогодних достопримечательностей. Из чего сделают дерево в этом году пока не признаются. Лишь отмечают, что это будет настоящий символ мира и Украины. Надеюсь, что вы будете гордиться этой елкой. Почему? Потому что там такой месседж вложен в нее. Что каждый, кто приедет в Одессу и прикоснется к этой елке, он таким образом, как частицу своего тепла, отдаст месседжу то, что мы хотим мир. Ну а все подробности проекта можно узнать на странице Facebook Оксаны Кузнецовой. Там же вы найдете нужные реквизиты и контакты. И пока на этом все. Следить за новостями нашего телеканала можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцами интересного события, звоните в редакцию по телефону 726-3226. Увидимся через два часа. Хорошего начала недели. Оставайтесь с седьмым каналом. Субтитры сделал DimaTorzok